Продолжение следует... Я надеюсь, что меня нормально видно и слышно. По традиции уже не задаю этот вопрос, потому что вроде бы у меня настроено все оборудование. Но на всякий случай поставьте плюсики. Да, вижу плюсики ваши о том, что все нормально. Продолжение следует... На этой странице вы можете зарегистрироваться на все мероприятия Директ Академии вплоть до июня месяца 2019 года включительно. Всего у нас в линейке наших вебинаров в настоящий момент 160 вебинаров в год проходит. Будет где-то около 190, наверное, по общему... по плану нашему. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на который я вам рекомендую подписаться. И на этом видеоканале будет размещена в том числе и запись этого вебинара. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн-курсы. И на этой странице в настоящее время размещено 8 онлайн-курсов, которые компания Директ Медиа предлагает пройти своим слушателям... Ну, вообще, всем, кто захочет это сделать, либо в формате физических лиц, если у нас набирается группа, либо в формате юридических лиц, в групповом формате, когда юридическое лицо заказывает у нас проведение данного мероприятия. Кстати, вот в ноябре должен пройти первый наш курс, запуститься. Это будет курс Натальи Логачевой. На него уже набрались люди, и мы будем проводить этот курс. Ну, и последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, которую может приобрести каждый участник нашего курса. Каждый участник наших вебинаров через некоторое время после окончания вебинара. По нашему сегодняшнему вебинару я тоже обещаю сформировать сертификаты прямо в самом конце нашего вебинара, после его окончания. Анонс трех вебинаров следующих хочу сделать. На сей раз не в начале, а в конце чата. Вот три следующие ссылки. Следующий вебинар состоится завтра, в пятницу, 26 числа. Проведет его Татьяна Телегина, наш постоянный спикер. И будет она называться «ВКР. Оружие успешного дипломника». 29-го, в понедельник, 29-го октября, я проведу свой последний вебинар перед большим перерывом, который называется «Новые медиа в обучении. Изображение высокой четкости». Одна из моих любимых тем. Приходите. Сегодня будет небольшая перекличка с этой темой. Но так, в принципе, весь вебинар будет проходить в понедельник. Начиная с этого дня и до декабря я буду присутствовать на наших вебинарах. На каждом вебинаре буду присутствовать, но только в качестве соведущего и организатора. Как спикер появлюсь только в декабре. Ну и, наконец, 30-го декабря, во вторник, будет вебинар Алексея Ниццы. Очень интересный вебинар. Таких у нас не очень много. Это вебинар от разработчика специфического сервиса. Сервис, геосервис GoLocal для совместного сбора геоданных. Речь идет об идее приложения или Telegram-бота, с которым некоторое количество людей ходит по определенной территории, делает отметки, пишет там какие-то цифры, возможно, какие-то комментарии и так далее. А потом, по результатам этой работы, можно собрать эти данные, текстовые, численные, обработать их и получить хорошую информацию об исследуемом объекте. Это очень интересная вещь, которую можно применять как в обучении, так и в волонтерской деятельности всякого рода. Мне это решение очень нравится. Я очень хотел бы вам порекомендовать этот вебинар, несмотря на то, что он для нас... Да, кстати, я думаю, что и для деятельности библиотек он тоже достаточно интересен будет, потому что, как бы вам это сказать, ну вот в стиле использования, в стиле тех средств, которые вам предлагает часто наш спикер Марина Орешко, но только в данном случае это средство не просто для генерации какого-то контента, а средство для сбора информации и генерации контента одновременно. То есть можно организовывать общую работу слушателей, читателей, увлекательные викторины делать на этой основе и так далее. Вот, ну что ж, я завершаюсь и начну, наконец, наш сегодняшний вебинар. Эту тему я освещаю впервые, давно хотел сделать отдельный вебинар, а по частям она у меня периодически возникает в разных вебинарах, потому что обойти ее очень сложно. Иногда возникает в вебинаре, когда я говорю о совместной работе автора с издательством электронным, иногда, когда рассказываю преподавателям о том, как оформить их учебный контент, ну так или иначе, вот она как-то образуется в одну, в новую тему, по той причине, что важность ее повышается с каждым годом. Ну традиционно, вообще, бильцредактор это, конечно, название не из нашей среды, не из среды преподавателей, и тем более из среды библиотек. Это традиционно, это сотрудник периодического издания, ответственный за поиск и выбор иллюстраций. Не за работу с художниками, не за работу с конкретными авторами, фотографами, а именно поиск и подбор. То есть сам этот человек не может ни рисовать, ни фотографировать, нет, он, конечно, может это делать, но это не является его прямой специальностью. Но он должен знать, где находятся иллюстрации, как их найти, и какая иллюстрация лучше соответствует той или иной статье, тому или иному контенту. Ну, конечно, слово бильцредактор я применяю в данном случае в качестве метафоры, в том смысле, что вот такие вот компетенции, связанные с необходимостью подбора иллюстраций, поиска и подбора иллюстраций, соответствующих вашей задаче, они становятся в наше время очень важными. Они становятся важными вообще для всех, потому что мы присутствуем в информационном пространстве, мы все являемся авторами какого-то контента, пусть не профессионального, но, тем не менее, мы присутствуем в соцсетях, присутствуем в профессиональных форумах, выпускаем свои издания электронные. Вот, и нам, мы не можем прибегать каждый раз, мы это делаем очень быстро, почти в реальном времени. У нас, во-первых, нет возможности прибегать к услугам специалистов бильцредакторов, а, во-вторых, мы просто не успеваем это делать, потому что это надо делать достаточно быстро. Вот, ну а у преподавателей это, кстати, почему преподаватели? Для библиотекарей это тоже очень важный, очень важный навык. Да, это надо делать, мы работаем с контентом, профессионально уже, с учебным контентом, и нам надо, собственно, находить иллюстрации достаточно эффективно, чтобы эти иллюстрации били в цель всегда. Зачем все-таки это преподавателю, так вот, по большому счету? Ну, я здесь не буду в сотый раз повторяться о том, что идет у нас... Мы находимся в мире, в котором сейчас проходит революция медиа, то есть медиаформаты, иные медиаформаты, кроме текста, начинают играть огромную роль. И если раньше мы могли написать учебник вообще без иллюстрации, это было нормально, то когда мы переходим в мир электронного учебного контента, размещать просто текстовую информацию, это не просто мой плохой стиль, этот стиль, который ни к чему не приведет, и мы просто оттолкнем наших слушателей. Поэтому мы должны использовать разные медиа. Ну, и иллюстрации. Иллюстрации – это один из видов медиа, причем из достаточно распространенных видов медиа уже с древности. Но просто сейчас мы этих иллюстраций должны давать больше, должны по возможности большую информацию передавать через них, использовать разные виды визуализации и так далее. Наш нынешний студент, слушатель, он привык к быстрому чтению или к короткому чтению. То есть к чтению, когда текст не является очень длинным, очень длинный текст за раз не надо читать. Это, конечно, немножко противоречит нашей идее обучения, о том, что, в принципе, обучение – это труд, и надо себя заставлять немножко читать длинные тексты. Но, тем не менее, эта задача решаема, потому что при разделении нашего материала на структурные элементы вполне себе можно подавать в современном стиле современный учебный контент. Иллюстрации служат как раз этому структурному разделению материала. Причем структурному разделению не только геометрическому и визуальному, но и логическому. Потому что иллюстрации на себе несут богатый смысл. Этого смысла несколько разных видов. Разумеется, первый из них – это прямое иллюстрирование, когда некоторые идеи, только что написанные текстом, снабжаются прямой иллюстрацией. Поясняющий, либо поясняющий, либо повторяющий то, что в тексте. Ну и второе – это иллюстрации эстетического свойства, или прямого структурного свойства, скажем так, которые обозначают деление материала на главы, визуальные метафоры, нечто озаглавливающее определенный тезис, который мы произносим в нашей работе и так далее. Вообще структурно очень удобно иногда при разработке материала именно иллюстрацией делить материал на части. Потому что иллюстрация – это очень выигрышный элемент, и иногда он лучше заголовка привлекает к себе взгляд нашего студента, и если дать какую-то иллюстрацию, даже не давая, собственно, крупного заголовка какого-то, то сразу структура становится явственной, структура нашего контента. Итак, изображения. Несколько тезисов по поводу изображений, использования изображений в учебных материалах. Во-первых, изображения могут быть не просто иллюстрацией, не просто поясняющей иллюстрацией, но и визуальной метафорой. Только что я об этом немножко сказал, чуть-чуть этот момент расшифрую. Визуальная метафора – это как раз то, что привлекает внимание и заставляет студента прочесть очередной кусок вашего текста или просто освоить какой-то следующий материал. Если у вас есть определенные тезисы, и вы не можете к ним подобрать прямой иллюстрации, схемы, например, или поясняющие иллюстрации, это не значит, что вообще не надо использовать иллюстрации. В данном месте можно использовать визуальную метафору. Визуальные метафоры очень часто используются, например, в учебных презентациях. Презентация, состоящая из одних только кусков текста, она абсолютно не воспринимается слушателями. Поэтому какие-то иллюстрации надо вставлять, даже если в этом месте собственные иллюстрации вы и не предусматривали. Визуальная метафора заставляет... Ну, может быть, это немножко ненаучно, то, что я хочу сказать. Она заставляет работать одновременно обе половины нашего головного мозга. То есть студент, который... наш слушатель, который воспринимает наш материал учебный, он сначала останавливается глазом на нашей иллюстрации и воспринимает ее как какой-то объект, который он привык видеть. Ну, мы, разумеется, разместим в качестве иллюстрации не какое-то пятно, не имеющее объяснений, не имеющее какого-то смысла, а какой-то предмет, который так или иначе этот студент знает. А дальше, читая текст, происходит некая подсознательная работа, сопоставляющая смысл данной метафоры и смысл того, что вы говорите прямо студенту в тексте. И это очень хорошо работает друг на друга, потому что вообще любые метафоры, и текстовые тоже, они работают на результат, если это правильные метафоры. Происходит запоминание из двух источников. Из визуального источника и из источника текстового, может быть, звукового источника. И это очень здорово, потому что таким образом происходит, вы выполняете сразу несколько правильных функций для вашего учебного контента. Во-первых, вы привлекаете внимание. Во-вторых, вы заставляете студента, ну, скажем так, проглазать... Звук пропал. У всех пропал звук. Раз, два, три, раз, два, три. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если звук есть, да? Пожалуйста, не поленитесь, да? Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого есть звук. Ну, вот, значит, пропал звук, да, только у одного человека. Стал чуть тише. Вот как интересно. Это в таком... Ну, ладно, если чуть тише, то не так страшно. Если будет что-то плохо, сразу... Ну, ладно, давайте я... Так, я снова с вами, и надеюсь, что теперь меня слышно хорошо. Еще раз, пожалуйста, поставьте плюсики, если слышите нормально меня. Итак, я рассказывал вам про визуальную метафору. Это один из таких базовых тезисов сегодня о том, что иллюстрации нужны в любом случае. То есть после каждого достаточно... Ну, так, если говорить в тексте, после каждых нескольких абзацев нам надо искать какую-то иллюстрацию, которая является метафорой для того, что мы сказали. Ну, либо прямую иллюстрацию, которая поясняет то, что есть. Прямая иллюстрация часто просто рисуется нами, если это какая-то схема, которая поясняет работу какого-то устройства или какого-то закона. А вот визуальная метафора, она где-то находится, потому что это просто какое-то изображение привычное для наших студентов. Ну, и пойдем дальше по тезисам. При поиске изображения очень важно использовать изображение качественное. Плохое изображение с плохим качеством. Ну, что такое плохое качество, тут можно много говорить. По-разному можно испортить картинку. Самый простой способ – это картинки в плохом разрешении. Другой вариант – это в плохой цветопередаче. Там черно-белые с какими-то вкраплениями и так далее. Так вот, плохую картинку лучше не использовать. Если только нет какой-то прямой необходимости, явной такой, что вот другой картинки нет, а очень надо ее использовать. Если есть возможность, выберите время и подберите иллюстрацию наилучшего качества. Обязательно потратьте на это время. Следующий момент. Если есть возможность выбрать картинку с альфа-каналом, так называемым, то есть с каналом прозрачности, что это такое? Ну, вот, давайте я вам сейчас покажу. Прямо на вот этом изображении. Не зря я этого манула здесь разместил. Видите, у меня белый фон и манул тоже изображен на якобы белом фоне. На самом деле он не на белом фоне, он на прозрачном фоне. Просто он вставился в фон, как будто бы сам находится на этом фоне. Вот, если у вас есть такие изображения, то лучше использовать их, потому что они наилучшим образом встраиваются в конечный контент. Если у вас есть следующий тезис, если у вас есть картинка с очень высоким разрешением, большая картинка, хорошая, то придумайте какие-то специальные способы подачи этой картинки, чтобы ее донести до вашего слушателя. Не обязательно ее встраивать в контент, можно поступить как-то иначе. Либо предоставить эту картинку отдельно, в виде отдельного файла, с тем, чтобы посмотрел слушатель на нее. Либо применить методы работы с картинками высокого разрешения. Собственно, этому будет посвящен наш следующий с вами вебинар. Всегда надо следить за форматом файла картинки и ее размером, вот в том случае, если вы предоставляете картинку отдельно. Ну и всегда задавайте себе вопрос, вставлять ли картинку в контент или показывать ее отдельно. Так, читаю Евгению Юрьевну, а свою картинку надо вырезать или тоже можно так сделать при помощи какого-то приложения. А все зависит от того, от конечного продукта, в котором вы формируете свой учебный контент. Вот от того инструмента все и зависит. То есть, если вот вы работаете, например, ну я вот очень люблю, например, формировать свой учебный контент в сервисе, который называется Tilda. Вот там очень богатые возможности для вставления изображений очень-очень разным способом. И прямо в вёстку, и в виде галереи, в виде слайдера, на весь экран, не на весь экран. Tilda платная, но есть бесплатный тариф. Вот, да, ну вот по поводу качества. Несколько слов, потому что это бич. Вот слева размещена картинка в худшем качестве, справа в лучшем качестве. И сразу видно, что по мере роста разрешения визуальное качество картинки улучшается, и глаз с большим удовольствием рассматривает правую картинку, а левую картинку так вот, ну разве что использовать её в качестве информационного материала. Да, она не выполняет, да, реклама очков, что-то вроде этого, да. Не выполняет свои функции эстетической, и поэтому может не выполнить свои функции, не может выполнить свои функции в качестве визуальной метафоры. Всё-таки визуальная метафора очень сильно завязана на эстетику. Если нам неприятно смотреть на эту картинку, то метафоры не удалось. Да, ну если, конечно, только метафора не связана с этой неприятностью её взгляда на неё. Вот, ну в данном случае, вот, использование таких картинок, я бы даже сказал, недопустимо. Лучше, за исключением самых редких случаев, вот, лучше её вообще не использовать. Примите все меры для того, чтобы, если вам именно эта картинка нравится, пожалуйста, поищите её в лучшем качестве. Как это сделать, чуть попозже я вам расскажу. Вот, ещё очень плохо, когда, особенно это плохо, когда у вас материалы разного качества в одном, виден на одном экране. Ну и совсем плохо, если картинки, которые должны быть абсолютно чёткими, например, такие как логотипы, элементы текста, видны у вас в размытом виде. Это вообще никуда не годится. Я на этом, это вроде бы достаточно, вещи говорю вам банальные, но на самом деле, если смотришь работы наших преподавателей, которые они самостоятельно выкладывают в сеть, ну вот, 95% не соблюдают, где-нибудь да не соблюдают это условие. Вот, очень хочется вставить картинку и вставляют плохую картинку. А лучше бы этого не делать вообще. Потому что сразу видно, что это вот такой наколенный продукт. И ценность вашего контента, цена вашей работы окончательная на рынке образовательных услуг, если вас интересует этот вопрос, резко понижается. Особенно хорошо это видно, когда рядом представлены несколько материалов разного качества. Вот по контрасту качества одной картинки и другой, сразу видно, что не все хорошо. Поэтому, еще раз, наверное, в третий или четвертый раз вам повторяю, это может быть банальную вещь, используйте картинки только самого лучшего качества. Причем это самое лучшее качество, надо смотреть на устройство отображения с максимальным качеством, которое вы предполагаете, что используют ваши слушатели. Вставлять изображение прямо в ваш контент или использовать ссылки, чтобы ваши студенты могли скачать эту информацию и рассмотреть ее уже отдельно. Все зависит от самого контента. Если эта картинка большая, то вы вряд ли сможете... Ну, в смысле, не большая, а имеет повышенное качество, такое, которое ваш способ передачи этой картинки при встраивании не может передать. Ну, я вам сейчас вот покажу картинку. Это не самая большая, не самая хорошая картинка изображения. Это часть Генского алтаря. Один из фрагментов Генского алтаря, который называется Вседержитель. Вот у вас есть внизу увеличительное стекло. Можете им поорудовать и посмотреть, до какой степени эта картинка... Вот у меня на экране она сейчас отображается в 25% качества. И при встраивании я никак не смогу получить качество лучше. А вот если я начинаю ее рассматривать, то вижу, что у меня начинают проявляться при 100%. Видны буквы можно прочесть, видно оформление одежды, то, что написано на одежде, отдельные жемчужины и так далее. Да, хорошая картинка, мне тоже она нравится. Вот, ну, собственно, это один из только примеров. Это даже не изображение сверхвысокого качества, это не гигапиксельная картинка. Таких изображений сейчас встречается много. Вот, так вот, если у вас вот примерно такое изображение, то его разумно дать не встраивая в контент, а отдельной ссылкой, чтобы люди могли его рассмотреть при помощи тех средств, которые есть у них на компьютере. Конечно, и уменьшенную версию его тоже можно встроить, ничего страшного от этого не будет. Вот. Но в целом надо давать, если есть такая возможность разглядеть это изображение, надо дать его обязательно отдельно. Что делать, если иллюстрация огромна? То есть, если она, ну вот, в частности, то изображение, которое я вам только что показывал, вот это вот, да, вседержитель, оно имеет по вертикали 6000 пикселей. Это не так много, это такая средняя картинка, но больше, чем ваш экран. А что делать, если картинка еще больше? Иллюстрация поистине большая, сейчас в сети можно найти достаточное количество иллюстраций размером, там, примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Вот, этому будет посвящен у нас следующий наш вебинар. Работа с иллюстрациями сверхвысокого качества. Кроме того, у меня есть вот такой вот, давайте я вам эту ссылочку дам, чтобы вы могли почитать этот материал. Такой лонгрид я сделал, статейку небольшую, можно сказать, и ее, сейчас дам, ссылку на нее дам в чате. Вот. Тут надо иметь в виду, что изображения сверхвысокого качества вообще не являются иллюстрациями. Они являются совсем иным новым видом медиа. Вот об этом мы с вами, как я уже сказал, поговорим. Поговорим совсем скоро, 29 числа, в понедельник. И я вам еще раз сейчас воспользуюсь положением, дам эту ссылку для регистрации на вебинар. Это совершенно новая ситуация, которая сложилась буквально в последние лет 5, когда у нас есть большое количество таких изображений, и мы не знаем, что с ними делать. С ними реально неизвестно, что делать. Вот у вас на компьютере скачали вы изображение JPEG-файла размером 200 мегабайт. Вот этот типовой размер 200, 250, 300 мегабайт. Типовой размер для гигапиксельной картинки. Даже сам его размер говорит о том, что это размер скорее не изображения, а какого-то видеофайла достаточно большого. То есть столько в нем информации. По этому изображению невозможно просто так пройтись глазом. Во-первых, даже браузер его не может как следует отобразить. Разные смотрелки файлов ломаются, когда видят такое огромное изображение. Либо отображают у него не очень хорошо. Соответственно, и инструмента у нас толком нет, если мы не знаем, как пользоваться такими файлами. И посмотреть мы его толком не можем. А самое главное, мы не знаем, что на нем смотреть. На нем так много информации, что без провожатого, который знает, куда смотреть, вы рискуете не разглядеть на нем то, даже если есть у вас возможность разглядеть, не разглядеть то, что важно. Вот как с этими файлами бороться, мы рассмотрим на следующем нашем вебинаре. Скриншот. Кроме подбора, собственно, подбора картинок из открытых источников, есть еще одна замечательная возможность сделать скриншот. То есть взять кусочек вашего экрана, чаще всего с какого-то сайта, и использовать этот кусочек в качестве вашей иллюстрации. Почему это очень важно? Потому что большое количество информации уже подготовлено в хорошем виде, картинки уже подобраны, поверх них положен какой-то текст, сделана какая-то верстка. И это, возможно, это даже вами сделано в другом месте. Вот, например, у меня здесь приведен кусок нашего сайта, Директ Академии, который я постоянно использую в своих иллюстрациях. Это не более чем скриншот нашего собственного сайта, он хорошо подходит в качестве иллюстрации для презентации. То есть это уже хорошо сверстанно, уже подобрана фоновая картинка хорошая. Зачем еще раз делать эту работу? Можете просто сделать скриншот, и этот скриншот и будет являться вашей иллюстрацией для чего-либо. Особенно хорошо такой подход работает именно для презентаций, для учебных презентаций, которые вы можете создавать в большом количестве. Не устаю вам рекомендовать вот этот вот скриншотер, программку Clip2Net, которую очень рекомендую установить на каждый компьютер. Я считаю вообще, конечно, скриншотеров много всяких, но Clip2Net это один из лучших. Он вообще говоря платный, то есть у него есть платный режим, но все основные вещи в бесплатном режиме прекрасны просто. Это скриншотер, который позволяет вам буквально в один клик делать хорошие качественные скриншоты и при этом снабжать их какими-то специальными стрелочками, рамочками и так далее. И все это делается достаточно просто. Я вам как-то уже показывал, как работает это. Ну давайте еще раз продемонстрирую, чтобы показать, насколько это быстро можно сделать скриншот. Вот я прямо сейчас в течение полуминуты вам поделюсь каким-то изображением. Чтобы вы видели, что это прямо сейчас я сделал, я делаю изображение нашего чата вместе с собой. Вот так вот кусочек картиночки беру. Так вот скриншот уже сделан. Теперь я делаю рамочки быстро. Две рамочки. Рисую стрелку от одной к другой. И обозначаю области 1 и 2. Вот так вот. Отправляю это в облако. И сейчас я поделюсь с вами этим изображением. Вот посмотрите, пожалуйста, в чате. Ткните по этому изображению. Убедитесь, что я это сделал прямо сейчас. Вот насколько быстро можно делать скриншоты. И насколько это лучше старого способа, когда вы просто нажимали print screen, получали изображение всего экрана. Потом из него надо было вырезать что-то. Чтобы вырезать, вы шли куда-то там чуть ли не в Photoshop вырезали. А уж там наложение всяких дополнительных элементов вообще превращалось в какую-то длительную работу. Этот инструмент сокращает работу на два порядка просто раз. То есть вы делаете один скриншот в течение одной минуты. Скриншоты можно делать хорошие и плохие. В некотором смысле это тоже навык, который надо нарабатывать. Если речь идет об объясняющих скриншотах, а скриншоты могут быть объясняющие и, скажем так, украшающие. Объясняющие скриншоты, это, конечно, ближе к нашей деятельности, когда вы должны объяснить вашему слушателю нечто, происходящее на экране. Например, работу какой-то программы, вы делаете скриншот и делаете к нему какие-то пояснения. Он является пояснением к вашей инструкции, например. Так вот, поясняющие скриншоты тоже можно сделать плохими, а можно сделать хорошими. Вот у меня тут пример плохого объясняющего скриншота. Почему он плохой? Во-первых, вы показываете много лишней информации. Вот это вот то, что изображено снизу, вот здесь вот, да, оно никому не нужно. Вот здесь вот. Дальше вы показываете большой экран. На весь экран взяли, ну, в данном случае это приложение Camtasia. Оно имеет много мелких элементов. И когда вы берете большой экран, а потом этот скриншотик вставляете в маленькую область, то большинство мелких деталей просто теряется. Поэтому такой скриншот имеет мало ценности. Как сделать хороший скриншот? Ну, во-первых, надо взять только ту область экрана, которая в данный момент играет роль. Во-вторых, принять дополнительные меры, предварительные меры к тому, чтобы ваше окно, которое содержит основную информацию, сжать до минимального размера. То есть перевести, ну, например, ваш браузер или ваше приложение в режим оконный и стянуть это окошко до минимального размера, который не приводит к дальнейшей деградации смысла внутри. То есть, чтобы все было видно. Как правило, тогда все нужные элементы, они поджимаются друг к другу при хорошей верстке или при хорошем приложении. Вот как здесь, они все лишние, вот смотрите, все лишние расстояния, которые не вот здесь, вот, например, да, вот это, они уже не играют роли, они уходят куда-то, да, и вот все сгруживается вот в такой вот маленький объем. После этого можно сделать скриншот, сделать стрелочки пояснительные, сделать пояснительные рамочки, может быть, надписи какие-то. И вот этот, здесь уже все можно разглядеть. Здесь уже можно разглядеть и элементы интерфейса, и мелкие надписи. Вот, вот этот скриншот хороший, и именно такие скриншоты надо учиться делать. Какие у скриншотера функции? Первое, это создание объясняющих иллюстраций, то, о чем я вот сейчас примерно вам рассказывал. Второе, это создание украшающих иллюстраций, может быть, так немножко звучит нехорошо, но это вот как раз создание тех иллюстраций, которые служат для метафоры, визуальной метафоры. Это вот очень важный случай, моментальный снимок интерактивного элемента в сети, ну и вообще на нашем компьютере, часто можно найти много интерактивных элементов, сделанных не нами, а может быть, даже и нами, которые формируют достаточно эстетически хорошие изображения, имеющие самоценность не только в смысле их интерактивности, но и чисто визуальную самоценность. Это очень сильно сокращает нашу работу, мы можем сделать снимок вот этого интерактивного элемента в тот момент, который нужен вам. И его уже дальше используют в качестве либо объясняющей иллюстрации, либо украшающей. Ну вот в качестве примера это те приглашения на вебинар, которые я постоянно вставляю в свои презентации. Это часть нашего расписания, которое выполнено при помощи инструмента Timeline.js. О нем я рассказывал вчера, кто был на моем вебинаре. Сам по себе этот инструмент позволяет делать достаточно красивые интерактивные элементы. Ну а отдельный слайд с этого инструмента, он может служить иллюстрацией для какого-то вашего учебного продукта. Интерактивных элементов много различных, поэтому и использовать это надо достаточно активно. Следующий способ. Это скриншотер можно использовать для сохранения иллюстрации, если нет другого способа. Ну обычно как мы поступаем? Если мы в сети находим какую-то иллюстрацию, мы ее просто сохраняем стандартным способом. Например, нажимаем правой кнопкой мыши на иллюстрацию, выбираем пункт сохранить иллюстрацию и ее сохраняем к себе на компьютер. Но иногда бывают такие сайты, такие верстки, которые не позволяют этого сделать. И тогда мы можем воспользоваться скриншотером, чтобы просто сделать снимок этого изображения и его уже запомнить. Следующий пункт, тезис, для чего нужны скриншотеры. Источник для поиска первичной информации. Иногда вам надо найти нечто похожее на то, что вы видите сейчас. Продолжение следует... 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 Три, раз, два, три. Ага, спасибо. Спасибо. Прошу прощения. Ну вот технические моменты. Итак, источник для поиска первичной информации. Для поиска первичной иллюстрации, прошу прощения. Вы нашли какую-то иллюстрацию, и вам хочется найти ее либо в лучшем качестве, либо вы хотите найти, где эта информация впервые была, визуальная информация, использована. В этом случае вам иногда надо сделать снимок экрана и послать его уже дальше на поиск. Ну и, наконец, для мгновенного обмена информацией. Сейчас я это вам как раз только что продемонстрировал, как это делается. Это уже... В данном случае скриншотер выполняет роль не столько формирования контента, сколько формирования вашего взаимодействия со студентами. То есть, допустим, вы находитесь в чате, вы находитесь в форуме, поступил ответ, поступил вопрос, и вам надо на него быстро ответить. Вот в этом случае скриншотер незаменим. Итак, мы видим, что вот тут... Только тут это не все еще функции. Вот шесть функций я вам привел, когда скриншотер необходим и когда его очень неплохо было бы использовать. Переходим к следующему разделу. Собственно, подбор иллюстрации. На самом деле, поиск и подбор. Но в условиях, когда иллюстрации очень много вокруг нас, и когда поиском... Поиск на любое слово нам вываливается миллион иллюстраций, более... Более правильное слово будет подбор. Потому что мы не столько ищем, сколько отбираем из того набора, который нам пришел от поисковика. Искать можно практически любым поисковиком. Но я вам предлагаю искать всегда ваши иллюстрации в Google картинках. Поиск Google по картинкам. Если... Ну, в принципе, в Google можно просто набрать любое слово, а потом в меню выбрать слово картинки. И вы попадаете в поиск по картинкам. Ну, у меня, например, я так часто этим пользуюсь, что просто сохранил это на отдельной вкладке визуальной у себя. И если кому-то кто-то не знает, как выйти на поиск по картинкам, вот адрес, прямой адрес, по которому вы выходите на этот поиск. Поиск очень простой. Вот внизу логотип и слово, которое вы здесь задаете, либо картинка, которую вы вставляете сюда. Вот. А дальше у вас появляется вот примерно... Так, одну минутку. Вот такой вот расклад, некое меню, о котором мы сейчас поговорим. И набор большой картинок внизу остается только выбрать. Здесь я хотел бы вам обратить внимание ваше на следующее. Если вы ищете визуальную иллюстрацию, ищете какой-то якорь визуальный, метафору, то очень важно сразу определиться с вот этим вот словом, по которому вы ищете. Скорее всего, тут в качестве этого слова вы тоже должны выбрать какую-то метафору, словесную метафору. Если вы просто академическим языком опишите то, что вам надо найти, вы очень часто не находите того, что надо. Поэтому искусство поиска картинки – это прежде всего искусство, словесное искусство описания того, что вы хотите видеть. Так, появился вопрос какой-то. Часто средства поиска найти похожие картинки выдают весьма и весьма... Да, 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 об этом я хотел сказать, не помню здесь или будет у меня отдельная презентация. Но давайте скажу, раз уж вы задали этот вопрос. Вообще, не надейтесь на то, что Google вам найдет иллюстрацию прямо по... Вот вы что-то описали или даже вы задали какую-то картинку, хотите найти ее аналог. Все не так просто, да, там появляются разные нюансы. Да, у меня будет отдельный слайд по этому поводу, поэтому я не буду вам сейчас об этом рассказывать, чуть позже. Это бесплатный сток картинок, мы их можем использовать в контентах курса. В принципе, да, хотя надо иметь в виду, что у большинства картинок есть правообладатель. Другое дело, что этот правообладатель, ну, находится, скажем так, далеко от вас. Не каждый из этих правообладателей вообще считает нужным, что за свою картинку надо брать деньги. Например, если это фотографии. Ну, вообще формально практически все изображения, кроме тех, которые размещены под открытой лицензией, находятся под защитой авторских прав. Обычно образовательным проектам даются некие послабления. Если не формальные, то неформальные. То есть образовательные проекты редко кто-нибудь так вот за использование чужих картинок преследует в суде. Да, ну, надо все-таки всегда иметь в виду, что если вы используете какие-то картинки, надо знать, что у них автор есть. В поиске по картинкам в Google есть важная кнопка, которая называется «Инструменты», при нажатии на которой появляется вот эта вот строка под первой строкой. Строка включает пункты «Размер», «Цвет», «Права на использование», «Тип», «Время» и еще. Очень важная строка, которая позволяет вам более профессионально искать. Ну, первое, что я хотел бы вам показать, это использование меню «Размер». И именно это меню надо использовать, если вы хотите получить качественные картинки. Задайте здесь тот размер изображения, который необходим вам, и прежде всего попробуйте поискать по нему. Если вы, например, ищете разворот для своей электронной книги или обложку для лонгрида, то лучше искать картинки в хорошем качестве, скажем, не ниже двух мегапикселей. Ну, здесь я вам показал старшую шкалу, до которого ищет Google. В настоящий момент он ищет картинки, может позволить вам выбрать картинки, например, не хуже 70 мегапикселей. Это почти 10 тысяч пикселей на 7 тысяч пикселей. Ну, с определенным шагом примерно в два раза. Ну, есть и маленькие размеры тоже есть, просто они скрыты там наверху. Видите, вот тут движок находится в самом низу. Вот этот вот движок. Ой, прошу прощения, его не очень хорошо. Вот он находится в самом низу, а наверху там находятся сотни пикселей. Вот маленькие картинки. Так вот, всегда вы выбираете ту картинку, тот размер, который вам нужен, не хуже которого вам нужна картинка. Сильно переусердствовать тоже не надо. Не надо использовать картинки огромные, если вам огромные картинки не нужны. Всегда знайте, какое разрешение вам надо. И хуже этого не используйте, но и лучше старайтесь тоже не использовать, чтобы не перегрузать ваши компьютеры и компьютеры ваших пользователей. Следующий момент, это вот как раз поиск картинок со свободной лицензией. В интернете достаточно много материала распространяется по свободной лицензии, то есть по лицензии Creative Commons. Чуть попозже я коснусь этого вопроса. И Google позволяет искать такие изображения. Правда, сразу вам скажу, что при этом на порядок уменьшается количество необходимой вам информации в выдаче. И труднее становится искать. Ну, кстати, имейте в виду, что совсем не все открытые изображения помечены открытой лицензией. Есть изображения, которые находятся просто в общественном достоянии. И они будут искаться не здесь, а в общем поиске. Просто потому, что никому не приходит в голову пометить их как свободную лицензию. Там не свободная лицензия, а лицензия уже совершенно открытая. То есть вы можете ее использовать как угодно. Все иллюстрации, созданные авторами, умершими ранее, чем 70 лет до нашего времени, являются открытыми. Тем более классика какая-то 19-го, 18-го века, эпохи Возрождения и так далее. Ее вы можете открытой и свободной использовать, без не глядя на то, что она не распространяется под открытой лицензией. Ну, какие еще варианты при поиске есть? Вот, например, поиск по цвету. И тут есть важный пункт прозрачный, то есть с прозрачным фоном. То, о чем я говорил вам, с альфа-каналом, можно искать отдельно. По типу изображения. Тут Google пытается выстроить какие-то смысловые моменты. Найти либо лица, либо только фотографии, либо только клеп-арты, либо черно-белые рисунки, либо анимированные гифы и так далее. По времени создания. Ну, тут это играет роль, когда вы хотите найти что-то, как правило, источник информации. И знаете, когда это было опубликовано. И очень важный пункт поиск, собственно, по картинке. Когда вы не задаете здесь фразу, а используете вот эту вот кнопку поиск по картинке. Загружаете сюда свою картинку и находите какие-то похожие картинки. Когда это надо делать? Когда вам надо провести поиск похожих изображений. Когда вам надо выяснить первоисточник изображения. То есть, где эта картинка появилась впервые. Ну, особенно это важно, например, для, когда мы хотим понять, фейком ли является данная картинка, или она где-то была. То есть, выдается ли это изображение за что-то иное, либо на самом деле является тем, что написано рядом с ней. Ну, и вот самый важный для нас случай, это поиск лучшего по разрешению качества экземпляра картинки. То есть, у вас есть вот хорошее, есть изображение нужное вам, но оно вас не устраивает по качеству. Вы его загружаете в поиск Google и пытаетесь найти такие же картинки или похожие. Прежде всего, конечно, у вас в поиске вываливаются такие же картинки. И среди этих таких же картинок может вполне найти картинка лучшего качества. Всегда используйте этот способ улучшения качества вашего материала. Я его постоянно использую, потому что с самого первого раза не всегда удается найти нормальное изображение, а вот после такого поиска очень даже. Что касается поиска похожих изображений, вот сейчас мы дошли до этого момента. Имейте в виду, что, ну, вот здесь вот такой в Google действует, да и в Яндексе тоже, такой механизм, который можно условно назвать искусственным интеллектом, но этот искусственный интеллект еще недостаточно интеллектуальный. Поэтому ему под словом «похожее изображение» вы и он можете понимать разные вещи. Ну вот, например, несколько, два таких анекдотических случая. Совсем недавно я искал изображение одного из наших спикеров для расписания. Вот, это был человек в красном галстуке и в пиджаке темном, похожем на синий примерно цвет. Вот, я хотел найти ту же самую картинку в интернете, но в лучшем разрешении. А в результате, представьте себе, я загружаю вот сюда эту картинку, и у меня в поиске вываливается 100 картинок Трампа. Вот, почему? Ну, просто потому, что Трамп очень любит носить синие пиджаки и красные галстуки. Вот, только-только по этой причине. Вот, для искусственного интеллекта синий пиджак и красный галстук оказались более важными элементами, чем лицо того человека, который я ищу. Вот, так же и с поиском похожих изображений может произойти. Похожее с точки зрения Google поиска, это совсем не то, что вы себе думаете. Где еще картинки можно искать? Вот, очень хорошее место, правда, здесь надо уметь искать. Здесь есть свой хороший поиск, но он не всегда находит то, что надо. Это Вики-склад, на котором уже сейчас более 50 миллионов свободных для дальнейшего использования медиафайлов хранится. Как использовать Вики-склад? У нас был замечательный вебинар Софьи Багдасаровой в прошлом году. Вы его посмотрите, пожалуйста. Там есть несколько нюансов, как это делать не только при помощи поиска, но и при помощи использования категорий. Иногда раскопать хорошую картинку на Вики-складе надо уметь. Но если вы это умеете, то иногда вы можете раскопать там какие-то жемчужины. Еще интересное место, где можно подбирать картинки, которые не всегда находятся Google поиском, это социальная сеть, которая называется Pinterest. Сеть ориентированная именно на изображения и на их распространение. Очень интересные изображения иногда могут находиться. Посредством тегов они определенным образом группируются. В общем, очень интересная сеть. Сейчас не могу этого подробно касаться. В общем, если вы ищете что-то, то там тоже можно поискать. Пару слов по поводу стандартизации унификации контента. Как только вы начинаете искать в большом количестве картинки для вашего контента, у вас возникает вопрос стандартизации унификации. Потому что те картинки, которые вы находите, они все разные. Разные по форматам, разные по технологиям производства, по размерам. Старайтесь по возможности их манифицировать. По именам файлов, по форматам, по процессам, которыми вы их обрабатываете, по объемам этих картинок и так далее. Вы, конечно, всегда сохраняете картинки в исходном качестве, наилучшем качестве. Но для вашего проекта старайтесь использовать унифицированные картинки, унифицированного размера и прочих параметров. В этом случае вы не запутаетесь. Вы сможете применять к этим картинкам массовые операции. Ну и будет вам гораздо легче работать. Вы сэкономите массу времени. Что кроме картинок? Звуки. Фоновые звуки или звуковые эффекты я вам советую подбирать в нескольких источниках. Самый главный из них это YouTube, в котором есть своя библиотека звуков, фонотека. Из которой можно файлы не только использовать для самого YouTube, но и скачивать их и использовать в своих работах. Они точно под открытой лицензией и, соответственно, не требуют оплаты. Самое главное, что если вы на основе этого звукового отрывка сделаете какой-то визуальный файл и видеофайл, и положите его на YouTube, то YouTube на вас не заругается. Потому что если вы это сделаете на основе какой-то очень популярной мелодии, то он вам пригрозит удалить ваш материал из-за нарушения авторских прав. Вот здесь надо очень строго это соблюдать, чтобы не попасть под санкции YouTube. Есть еще библиотека эффектов BBC. Здесь такая хитрая лицензия. Написано, что бесплатно для образовательных и исследовательских целей. Фраза есть. Но, правда, надо иметь в виду, что, опять же, если вы эти эффекты используете на YouTube, он может и не знать об этой лицензии и каким-то образом на вас начать ругаться. Но в остальных случаях можете это вполне использовать. Ну и еще один источник – это SoundCloud. Это большая свалка звуков различных, огромная соцсеть, облачное хранилище звуков, где тоже можно искать и можно тоже искать с опцией свободы модификации и свободы коммерческого использования. Вот, правда, надо отметить, что при загрузке вот эти отметки о свободном использовании ставят те, кто загружает файл. А они не всегда являются сами владельцами прав. Поэтому надо осторожно относиться к этим надписям. Надо относиться осторожно. Ну и, наконец, видео тоже часто являются свободными. Например, на том же YouTube, если вы ищете и находите вот такой вот значок лицензии Creative Commons в описании к ролику, то это значит, что этот ролик вы можете не только использовать и встраивать средствами YouTube, но и скачивать себе и каким-то образом использовать в своих вебинарах и так далее. То есть это более свободный формат, и его можно широко использовать для своих производных работ. По поводу свободной лицензии, о которой мы с вами сегодня немножко говорили, будет у нас уже скоро, 31 октября, вебинар Константина Леонтьева. Он будет называться «Авторское право и открытая лицензия в интернете». И я вот сейчас хочу вам дать эту ссылочку на это мероприятие. Одну минутку. Очень советую вам его посетить. Да, вот это вот пример скриншота с интерактивного элемента, который я, например, постоянно использую в качестве иллюстрации в своих презентациях. Смотрится гораздо лучше, нежели бы я это написал просто текстом на кадре. Свободная лицензия. Пару слов, чтобы вы понимали, какие они существуют и почему вообще они существуют. Ну, свободная лицензия – это способ открытого распространения материала при, ну, условно говоря, при живом авторе. То есть, если полностью в общественное достояние медиафайлы поступают, как правило, через 70, если такое, где там в некоторых странах и через 100 лет после смерти автора, то живые авторы могут распространять свои произведения под открытой лицензией, которая разрешает использование материала без какой-то оплаты автору. Автор отдает свое произведение обществу. Но при этом кое-какие требования все-таки остаются. Самая свободная лицензия – это лицензия Attribution. Вот это вот первая. А давайте я буду ставить здесь первая, которая почти ничего не требует, кроме того, что надо, вот видите, вот этот вот значок с человечком означает, что имя его надо указать. То есть, если вы используете материалы под открытой лицензией, вы где-то должны указать имя автора. Вторая лицензия, немножко более несвободная. Это лицензия Share-Like. Это означает, что производный материал должен использоваться под той же лицензией, под которой вы и взяли исходный продукт. Третья тоже несвободная лицензия, относительно несвободная. Но Derivations. То есть, не производить производные материалы. То есть, можно по прямому назначению использовать, а использовать для производных каких-то, например, для коллажей, вы не можете это изображение. Еще один не очень свободный вид – это Non-Commercial. Это значит, автор запрещает использовать свое произведение в коммерческих целях. Ну и дальше их сочетание – Non-Commercial Share-Like и Non-Commercial No Derivations. Это сочетание этих запретов. При распространении материалов Creative Commons, используйте вот такую вот запись, если вы сами хотите распространить. CC – это Creative Commons, а дальше – Buy – это Attribution, NC – в данном случае – Non-Commercial, Commercial SA – это Share-Like. Есть специальный сайт Creative Commons.org, на котором все это подробно расписано. Более того, на нем есть даже некоторые примеры таких изображений. Оттуда можно их взять по ссылке, перейти и взять. Вот, например, я перешел по ссылке на Британский музей, и здесь есть бесплатная 3D-модель вот такого замечательного изображения. Ее можно скачать, и вот тут внизу написано, вот в увеличенном виде, что это Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Like. Свободные изображения можно найти также сразу внутри каких-то сервисов, которые интегрируют эти свободные элементы внутри. Вот, например, в любимом мною сервисе Tilda есть такой пункт «Искать в библиотеке», когда мне надо вставить какое-то изображение. И после этого я перехожу в «Поиск», и здесь есть поиск по нескольким источникам. Например, источник Unsplash – это коллекция фотографий под специальной лицензией. Unsplash лиценз – это лицензии еще более открытые, чем свободная лицензия, там, если почитать. Есть просто поиск по Google, есть поиск в свободной коллекции иконок. Очень важно, кстати, вот поиск иконок – это очень-очень важно для нас часто. Бывают иконки труднее найти, чем стильные иконки, причем в одном стиле. Очень трудно найти для своих применений. Вот здесь, под лицензией Creative Commons Attribution, ну и Tilda делает свои собственные иконки и позволяет их использовать под собственные лицензии, которые близка к лицензии Creative Commons. Более того, даже не будучи подписанными на Tilda, вы можете вот по этому адресу использовать более 700 ее иконок, просто скачивать и использовать. Лицензия очень близкая к Creative Commons, если вы здесь посмотрите эту лицензию. Исключение составляет такое вот требование, чтобы производный продукт сам по себе не был иконкой. То есть вы можете вставлять его в свой труд, производные произведения, но это произведение не должно быть близко к самой иконке. То есть вы не должны делать производных иконок. Ну вот, собственно, это все, что я хотел вам сегодня сказать по поводу поиска изображений, способов поиска и мест, где можно искать и некоторых таких общих соображений и инструментов. На этом сегодняшний вебинар мой заканчивается. В конце вебинара я вас традиционно зову на свой курс, который должен состояться уже меньше, чем через неделю. Сейчас я почитаю ваши вопросы. Одну минутку. Одну минутку. Сейчас я вам хочу все-таки дать ссылку на свой курс. Вот она, эта ссылка. Так, читаю. Очень полезная информация. Наконец-то я опять узнала, как в Google искать по картинке, искать картинки с разным разрешением. Да, это действительно важно. А то думала, что Google убрал эти функции. Нет, он не спрятал под этой кнопочкой. Я, честно говоря, не помню. Может, когда-то и без этой кнопки это работало. Но вот сейчас работает так. Да, пользуйтесь Google на все 100%. То есть не просто вот ищите первое, что он нашел, а настраивайте его так достаточно хорошо именно на тот поиск, который вам нужен. Спасибо, спасибо. А давайте я пока сделаю вам Сейчас, одну минутку. Сделаю вам ваши сертификаты. К сожалению, когда я сам спикер, мне это трудно делать. Я это делаю не в не в фоне, а прямо на вебинаре. Но надеюсь... А вы пока пишите ваши вопросы, если есть. Через минуту я на них отвечу. Сейчас я должен это быстро сделать. Статистика посещения. Извините, что я на время замолкаю, потому что мне надо это сделать по-быстрому. Так, выбираем. Сохраняем. Так, ну и остается уже не так много. Именуем файл. Теперь перехожу в средства выдачи. Считываем этот файл. Закачиваю его. Назначаем цену. Так, все. Сертификаты я выбрал. Кому это интересно, повторяю еще раз ссылку. Вот здесь. И читаю, есть ли какие-то вопросы. Так, спасибо, спасибо. Да, вам тоже всем спасибо. Так, смотрю, не потерял ли я какие-то ваши вопросы. Вроде бы нет. Вот. Ну вот, этот вебинар у меня был впервые, я его прочел. Возможно, он был немножко сумбурным. Со временем я, наверное, эту информацию больше причешу с точки зрения ее структурности. Ну вот, надеюсь, что, тем не менее, он был для вас полезен. Что ж, коллеги, я с вами прощаюсь. Встретимся с вами завтра. Кто захочет прийти на вебинар Татьяны Телегиной. А кто нет, я вас зову на свой вебинар, который состоится в понедельник. Это любимая моя тема. Работа с гигапиксельными изображениями. Приходите. Это хорошо дополнить наш сегодняшний материал уже таким дополнительным продвинутым способом работы с изображениями. Всего доброго. До новых встреч в Директ-Академии. Продолжение следует...